Добрый вечер всем! Я наконец дошла до Большого Креста. Видео о нем. Собираюсь я его записать уже несколько дней, но никак не получается. Эта тема настолько тяжелая, что я просто не могу собраться. Это действительно тяжелый, большой. Он и есть большой крест. Самая страшная в астрологии это комета, потом звезда Серпентес, потом несчастливые звезды. И потом у нас идет Большой Крест, который соперничает с несчастливой звездой. Потому что в отличие от несчастливой звезды, кроме Серпентеса, она может включиться, может и не включиться. А может отработать, скажем, это 50 на 50. А вот Большой Крест, он включится обязательно. Единственное, что у него есть тут гармоничного и положительного, что он на узлах, он будет мягче. Но поверьте, он не настолько будет мягче. И сколько я получала прошлый Большой Крест, который стоил всего 3 дня писем, что людям было очень плохо. Они это очень ощущали. Этот Большой Крест будет стоять 29 дней. И максимум он отработает, когда он разойдется. Берите до середины августа. Это с 4 июля. Это он нам подарок делает как раз на знаменитый праздник Ивана Купала. Просто рай. У меня нет других слов подобрать. Начинается Большой Крест. Вообще, сам по себе Ивана Купала тяжелый праздник. И он вовсе не один день длится. Как это написано. И не важно, что пишется в религии. Поверьте, он 8 в пике и 9 тоже. И только с 10 числа он как-то начинает опадать. Но так как у нас Большой Крест, скажем так, конечно будет легче. Но тем не менее, этот праздник будет максимум негатива выплеснется. Пик Большого Креста придется на 22 июля. Как раз это 30 дней спустя после 22 июня. На 22 июня, если вы помните, 41-й была война. В этом году тоже был, кстати, всплеск. Как раз в это время. Знаете уже, что там случилось. Мне кажется, всегда писали, что орбисы и допуски стали больше. И, судя по российским событиям, это очень-очень тут похоже. Вот я его нарисовала. Вернее, выбрала это 22 июля. Вы видите, когда он практически... Ну, вернее, не практически, он точный. Абсолютно. И причем это редкость. Знаете, он настолько... У него точные аспекты. Обычно вот эти узлы, в момент Большого Креста, тут он на узлах стоит к Плутону. Прежде всего, основа на Солнце это усиливает. Он обычно имеет допуски. А тут у него допуски нет. У него допусков. При точном аспекте, когда Крест сложился, там 29,08 по Плутону, а у узлов 29,11. То есть нет никакого допуска. Это ровно. Это очень сильно он отработает капитально. И не повезло, когда он именно идет... Узлы поворачиваются все время, идут по карте. И именно, когда они в этом самом точном аспекте и идет Солнце. И складывается Большой Крест. У Солнца самый длинный орбис. Самый длинный. Это получается 29 дней. 12 дней еще после 29. Ой, 22. Ну, как я и говорила, к середине августа будет легче только. 22 плюс 12. Это где-то к пятому еще две недели. Отсчитывайте, может потрясти. Очень капитально. Единственное, что меня порадовало, и еще, когда я раскрыла эту карту, выстроила на точную, асцендент на льве был. Это, во-первых, символ, что можно ошибиться. И еще черная луна в первом доме. Это можно ошибиться. Нет, это очень-очень выражено. Эти ошибки крайне выражены будут. Нельзя не обольститься дважды. Это подчеркнуто. Это очень сильно. Единственное, что мне понравилось, тут с пика на четвертом доме мне выпало. Но это не для всех, а тех, кто конкретно смотрел эту карту. Это все-таки не до смерти. Защита четвертого дома. Или если у кого-то, как бы, это уже финиш и иной варианта в судьбе нет, то это дает легкую смерть. Бывает, что с пика на четвертом доме дает смерть. Но это легкая. Это максимум лучшего. Но вообще, эту защиту надо искать в своем доме. У своих родственников или на своей родине. Не на чужбине. То есть спрятаться, как бы, в норку. Что рухнет тут экономика, это точно будет. Это может быть массовые волнения, массовые потрясения. Так что, что в России это отработало, это только плюсом. Знаете, не на большом кресте, там все могло бы быть гораздо-гораздо хуже. Это счастье, что отработало вот тут, сейчас. До большого креста. Между солнцестоянием очень тяжелое время и большой крест попало в промежуток. Если бы попало на это, все было бы гораздо хуже и больше жертв. Но это не только, естественно, к России, так и ко всему миру. Тут массовые волнения, катастрофы. Это противостояние личности и толпы. И нельзя попадать под общественное мнение. Но оппозиция, к счастью, она не требует никаких открытых высказаний. Можно просто молчать и иметь свое мнение. Оно не требует, чтобы мы боролись. И не требует, чтобы мы шли. Лучше всего тут уйти как-то, чтобы молчали и тебя никто не замечал. Это самое лучшее. Новолуние тут 17 июля, оно пройдет. К счастью, новолуние пройдет уже. Оно закончится до точного. Потому что новолуние это тоже очень негатив сильный. И когда два негатива, это очень-очень тяжело. И, к счастью, полнолуние тоже не приходится на самый пик соединения. Потому что полнолуние просто все выхлестывает. Это позиция Солнца и Плутона. И так все выхлестывает у людей наружу. И мало того, никто не знает, куда идти. Это на узлах. Но тут надо опираться на то, что мы хорошо знаем. И что хорошо видно на заходящий узел. Хотя бы мы имеем представление. Что будущее смутно и неясно. Так бы от прошлого ушли, к будущему тут не пришли. Куда податься, никто не знает и что делать. Но зато тут хорошая конфигурация на Венере. То есть правильный выбор то, что вам нравится лично. Вот что вам лично нравится. Венера хорошая, это правильно. То есть действуйте по сердцу. Не по уму, не по воле большинства. Ну что тут какие-то стихийные бедствия, обрушение экономики какой-то. Вот это точно. Или стихийные бедствия, или какие-то забастовки массовые. Может даже и вооруженные столкновения. Что мира не будет этот месяц. Это точно. Там мир не подпишут. А если подпишут, то будет хуже. Кстати, саммит НАТО как раз в это время собирается. Вы знаете, это очень нехорошее решение. Прима это прежде всего для себя. Потому что Солнце и Плутон требуют такого напряжения и таких материальных затрат и ресурсов, что прежде всего бьет внутри. Это аспект, когда разваливается изнутри. Тоже государство. Те же союзы, потому что не выдерживает. Это кипящий котелок. Что такое Плутон? Это радиация. Самая натуральная. И выдерживает такой ударной дозу радиации далеко не все живые организмы. И самое интересное, что у Плутона принцип, что кто не с нами, тот против нас. А Солнце это наша индивидуальность. И все хотят, чтобы как-то думай как мы, а иначе мы тебя растопчем. В общем-то это была гитлеровская идеология нацизма. Кто не с нами, тот против нас. И вот сейчас это, очевидно, как-то вспыхнет. При таком Тау-квадрате на Плутоне. Но могу сказать, что это всегда большой крест сопровождается какой-то кризисом экономики. Всегда. Всегда какими-то стихийными бедствиями, вулканами, затоплениями, не знаю, но какими-то взрывами точно. Может быть засуха невиданная, могут быть ураганы, может быть жара не по сезону, не по климату, может быть холод аномальный. Но это аномальные скачки температуры, причем довольно длительные. Если у вас холодная погода, она так и будет вот до 22 июля. А потом она может резко поменяться на противоположное, может сохраниться. Это тоже характерно для Плутона. Только люди, у кого большой крест в карте, они это отмечают, что просто много работы. Тут просто можно вот этим реализовать, как бы уйти в свою работу и не обращать внимания, что хочет эта толпа. Пройдет месяц и этот тоже схлынет. Но самое интересное, что вот вообще этот большой крест так быстро не пройдет. Почему? Потому что останется Тау-квадрат на узлах. Это тоже очень зловещая фигура. Она будет, набираем, да, и 22 августа она будет, посмотрим. Очень долго вот стоять. Сентябрь. Да, это тяжелое время, кстати говоря, очень. Это время революции, это время войн, это время катаклизмов, это время финансовых кризисов. Кстати говоря, он сохранит и в 22 ноября, но там узлы дойдут до спики. Это будет очень интересный момент, но до него нужно дожить. Никак они не хотят расстаться. И только в декабре это, наконец, компания развалится. Она развалится в декабре. Ну, знаете, когда она развалится, к 12 декабря только. Но так как Плутон еще работает после, максимум дает взрыва, то тут это тоже сохраняется. Но так как сам год по себе такую злобу теряет, и это уже не большой крест, а тау квадрат все-таки, он побудет все равно легче. В общем, в мире много чего развалится. Очень много, будет очень много кризисов. Я бы сказала, что мир будет иной, когда это закончится. Мир будет иным. Мир будет иным, и в январе опять Плутон покинет. Козерог, и, наконец, выйдет Водолей. Сразу будет легче. А пока эта вот махина набирает ход. Но она набирает ход, знаете, вот как она несется в пропасть. Грузовик набирает ход, потом он расшибается. Я сейчас смотрю, что делают вот с экономикой многие страны. Набирают долги стремительными темпами, закрывают производство. В общем-то, это грузовик, несущийся в пропасть. Изо всех немалых сил. Но они этого не видят. Этот Тау-квадрат их побуждает действовать. А с другой стороны, знаете, это вот тоталитарный режим. Он тоже должен себя исчерпать. И очевидно, вот этот момент, когда разваливаются тоталитарные режимы. Мне уже говорилось, что Козерог это власть в абсолюте. Это власть во имя власти. Власть ради власти. Власти едят, властью закусывают. Им ничего не надо. Ну, нужно только править. И о всех странах одно и то же. Вообще, это с 20-го года это вошло в апофеоз. Всех закрыли. Но, между прочим, локдаун – это тюремное заключение в переводе, когда было. Ну, это апофеоз. И чтобы это развалить, очевидно, нужно вот такое напряжение. Просто как сварить эту кастрюлю, чтобы она взорвалась. Но, когда взрывается, главное не попасть под осколки, чтобы не пострадать. Вот, наверное, такой у меня вывод. Это варево продлится до декабря. В общем-то, до зимнего солнцестояния. Но самый пик, вот, придется до середины августа. Ну, вообще, я правильно сказала, что год кота самый злой. Котик очень милый и хороший кролик. Но этот год – это тяжелый год. Так что вот к таким. И еще началось зороастрийский Новый год, астрологический, самый важный. Там, правильно, было все вовне. Это военная ситуация. Это напряженная ситуация, как карта маг. Карта маг с отшельником, можно так сказать. Была апофеоз. В общем-то, Большой Крест – это состояние языком Таро Башни. Может, даже башня с 13-м и с 15-м арканом вместе. И по здоровью, конечно, это очень нехорошее будет. Особенно у кого желудок, рак. А потом перейдет на сердце. На кости нехорошо. Очень. Да и с головой, в общем-то. Потом это перейдет на овен, на голову. Напряжение на сосуды. Все, в общем, берегите себя. Берегите себя. Это тоже не бывает очень долго. И, очевидно, чтобы развалить вот эту всю систему, нужны такие аспекты. Тоже так. Просто не бывает. Тут тоже, когда Советский Союз разваливался, там были очень тяжелые аспекты. И они в итоге развалили. Так что вот такие аспекты ведут к развалу очень больших систем. Как переделу власти над миром. Приходят одни как бы лидеры уходят, другие приходят. Осталось это время пережить. Ну вот на этом я прощаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...